Моя тема сегодняшняя вторая встреча это очень важный момент, потому что зачастую мы проводим презентацию, у нас для этого есть инструменты, если вы первый раз здесь, то тот человек, который вас пригласил, он вам скажет, с какими инструментами мы работаем, как мы проводим первую встречу, но вторая встреча это очень важный момент, это, как мы говорим, заключение сделки. То есть, если мы, скажем, проведем статистику, то вес второй встречи, подписания человека, или как у нас там, по-разному называют, намного ниже, чем по второй встрече, потому что человек, кто получил информацию, получил, ушел вот с такой головой, потому что много всего, да, мы хотим ему донести, рассказать, он получил информацию, пришел домой, пытается ее переварить, через два, три, четыре дня у него уже интерес к этому пропадает, и человек может съезжать трубку, или сказать, что ему уже неинтересно, поэтому у нас есть 24 часа, ну, 48 максимум, на то, чтобы человеку пригласить на вторую встречу, заинтересованного человека. На вторую встречу это общение, при котором ваша задача является выявить включенные потребности человека, узнать его страхи и сомнения, то есть, почему, что может ему помешать, сформировать партнерские отношения, наладить, да, контакт с человеком, подружиться, ну, как скажем, подружиться, у нас как-то автоматически это получается, что мы, когда к нам приходит партнер в бизнес, мы все дружим, знаешь, как-то вот, такой, мы все дружим, что помогаем, мы находим здесь друзей, у людей, это правильно сказать, и так далее. Вторая встреча, третий всего, это процесс помощи людям в принятии правильного решения для них самих. Если человек пришел на вторую встречу, значит, он заинтересован. И что нам нужно сделать? Помочь ему, стартовать в этом бизнесе. Очень важна наша традиция, наша уверенность, наше отношение. В первую очередь, вторую встречу должен проводить желательно, чтобы проводил ваш спонсор, если вы новичок. Да и вообще, третий листок, значит, да, засуществует на встрече, это человек, которого кандидат слушает, воспринимает по-другому, не так, как вас, потому что вы до него, может быть, знакомый, может быть, не знакомый. Ну, третья листок очень важный. Важно, как человек преподносит этот бизнес. Вы идете на вторую встречу с чувством, что вы несете бизнес на миллион. То есть это не должно быть уговаривание ни в коем случае. Это не должно быть проведение, опять же, этой же встречи по-новой, то есть вы опять рассказываете о бизнесе, что это за ЭЛЭ, что за компания, и заново там разжалываете маркетинг-план, ваша задача на вторую встречу – задавать вопросы. Не человек кандидат вам задает вопросы, а вы. Если вы начнете правильно проводить вторую встречу, как говорит наш Генри Херман, да, у которого мы учимся, за которого Гнис сегодня говорил, под конец у человека не будет вопросов просто к вам. И он придет, начнет что-то делать, и уже по ходу действий вы будете дальше ему помогать. Поэтому в оплате для второй встречи мы, так скажем, всего лишь три написания, на самом деле, намного больше, и все наличится в ситуации, потому что люди разные, кто-то разговорчивый, который бывает, что не закроется, кто-то бывает очень застенчивый, кто-то скромный, люди разные, поэтому мы, скажем, как психологи, да, должны понимать, и тут уже все зависит от вас. Но первое, что мы должны спросить, что тебе понравилось в нашем предложении. Не спрашивайте, что не понравилось. Сделайте так, чтобы человек рассказал сам, он говорит уже позитивно о компании. Он говорит, что ему понравилось, слушайте, классно, я бы хотел купить себе автомобиль, у меня такой нет возможности, я вижу, что здесь есть это возможности. Супер, вы себе ставите где-то галочку, пометочку, что человеку интересен автомобиль. Кому-то, и какие часто встречаются, им неинтересен автомобиль. Они хотят красивый доход, они хотят иметь за плечами какую-то стабильность, они не хотят зависеть от зарплаты на работу, сказать, сегодня наесть, завтра вас запросили, уволили или еще что-нибудь. Это очень важный вопрос. И здесь мы слушаем. Внимательно слушаем и впитываем сладу, которые нам человек сам рассказывает. Если тяжело говорить, что это, помогите ему. Спросите вообще, что, как, как у него вообще жизнь складывается, что он делает, он работает дома, или у него семья, чего он хочет путешествовать. Попадите ему расслабиться. Есть ли ради чего это делать? Есть цели, от которых мы идем, то есть, что нас толкает сзади. Есть цели, с которыми мы идем. Зачастую мы встречаем таких людей, которые больше, наверное, от чего-то двигаются, чем в чему-то. Даже будучи уже в сетевом бизнесе, я про себя точно могу сказать, что мне сложно было увидеть наперед, да, в будущем. У меня тут огромный дом. Ну, для нас как-то это сложно. Мы чуть-чуть у нас, как-то так сжимаем наше мышление. Ну, что ли нам такого не давали, что нужно мечтать, что нужно визуализировать. Сейчас это очень актуально, только вот это очень много книг написано и всего остального. Поэтому постарайтесь у человека выяснить, что ему нужно поменять в жизни. Может быть, опять же, кто-то хочет поменять свой уровень дохода, кто-то хочет больших денег, кто-то хочет небольших денег. Мы часто на встречах слышим, да мне там 3-5 тысяч гривен хватит. Ну, как бы, кому-то хватит. 2 тысячи такие люди. А кто-то с большими амбициями хочет 10-20 тысяч долларов, и ты понимаешь, что перед тобой сидит человек, который зарабатывает 5 тысяч гривен, а хочет очень больших денег. Таких людей нужно объяснить, что эти деньги не быстро их здесь, что все идет постепенно, что спортсмены достигают каких-то высот тоже не за год, точно не за год, лет 5 как минимум. Выясняем ради чего? Когда готов стартовать человек? Это вот тоже очень важный момент, который иной раз даже мы забываем задать и спросить. Бывает, как раз на первой встрече люди стартуют в бизнесе сразу, и как мы часто слышим в тренингах, мы все время обучаемся, а где не говорили, не забудьте даже на первой встрече предложить человеку регистрацию. Потому что есть такие, мне не предложили, я могу сразу сразу зарегистрироваться. И у нас были такие партнеры, которые готовы на 300 лишних баллов, они делают вход, скажем, вот у нас есть телефон, я очень много людей зарегистрировала через телефон, имея доступ в интернет, я имею в виду. Поэтому на второй встрече мы человека подталкиваем к этому, потому что... Такое такое, что это очень сложно. Потому что нужно выяснить, когда человек готов работать, и стоит ли вам тратить на него свое время. Это очень важный момент, потому что другой раз, когда мы с Сергеем в таком хорошем темпе шли уровне 21%, у нас были такие моменты, что мы тратили очень много времени, ну, впустую, на людей, которые не готовы действовать сейчас. Или как спички вот так вот зажигаются, то есть я, да я вот на рубашке на себе рвут, дергают нас, мы рады, что вроде как нас дергают, Сережа там туда, я туда, еще пока беременная ходила. И потом какой-то аппетитный момент походит в неделю, у человека какие-то остатки, и все, человек пропадает. И ты понимаешь, что ты потратил время к опросу, потому что ты не выяснил, ради чего он это делает, ну, вот эти вот вопросы. Что он готов делать для этого? Готов ли он обучаться? Потому что у каждого свои какие-то действия, у каждого свои... Каждый по-своему видит этот бизнес, но здесь накатанная система, и не надо ничего нового придумывать. Здесь нет никакого другого велосипеда, у нас здесь он один, но у нас один приедет. И всем стараемся нашим кандидатам говорить, что не изобретайте велосипед. Здесь есть техника, инструменты, с которыми мы работаем. Диск, ответы на все ваши вопросы, которые у вас возникнут, посещение бездневных мероприятий, мы посещаем все, даже будучи с маленьким ребенком, мы ездим в Киев, мы посещаем все мероприятия, потому что я знаю, на каждом мероприятии я слушаю что-то новое для себя, я чему-то учусь, и поверьте, я тоже не идеальна. И вчера, проводя встречу в скайпе, меня сегодня уже раскритиковал, то есть я тоже делаю те же банальные ошибки, но чаще работаем, проводим работу над ошибками, и все. То есть основные ошибки. Вы слышите, что много говорите? На второй встрече мы задаем вопросы. Мы не проводим еще раз презентацию, мы задаем вопросы и слушаем. Не уговаривая никого, это про позицию, то, что я говорила, мы имеем позицию. Не задаете вопросы, отвечаете. Допустим, если у вас, мне очень понравился, где наехал был узкий тренинг, для тех, кто там выкладывает аппетитированную квалификацию, я вам говорю, что когда ты мне приходит на встречу человек, и такой, так, слушай, ну давай, сейчас ты мне тут расскажешь, значит, что там, какие цифры платят, значит, расскажи мне там товар, и Гена говорит, что я сижу в позиции дающего, и я говорю, слушай, давай вопросы буду задавать я тебе. Если человек не готов слушать, я закрываю тему, и скажу, говорю, что извините, но, к сожалению, вы к нам в этот бизнес не подходите. Вот такую позицию хочу, и я тоже себе имею. Хотя я очень такая, я всегда вот как-то так, что Сережа говорит, иногда мне получается, что я начинаю как будто уговаривать, я стараюсь тоже с тобой работать. Не предлагайте, зарегистируйте, мы об этом говорили, не используйте инструменты, инструменты у нас есть, это первое, с чем мы должны работать. Не просите рекомендации, тоже очень часто мы забываем, когда человек говорит, что ему ничего не интересно, что он ничего не хочет, ну, я говорю, что я была рада с тобой пообщаться, просто увидеться, супер, мы хорошо провели время, там, поделились информацией, в любом случае ты знаешь, что, ну, если что, обратиться, бывают такие, которые, да, через год, через полгода к нам приходят. Мы спрашиваем, слушай, ну, у меня когда есть какие-то люди, которые ты мог бы порекомендовать, которые либо хотят пользоваться хорошими качественными товарами, немецкими, немцы это качество, либо, может быть, тем, кому в голове в списке своих людей, друзей, знакомых, и люди находят таких. Ну, очень часто мы встречаем, видишь, что, ну, у меня там есть мамочка, она сидит без работы, дома, с ребенком, может быть, ей это будет интересно. И тут, опять же, мы должны свои хозяйства удержать, если я слушаю, мне интересны и нужны быть бизнес-соспежни, каким-то, предпринимателем, неважно, любые люди могут быть в бизнесе, но почему-то у всех сразу галочка, что-то кормящая без удалов мама, которая бегая сошла в этом, мамочки, тогда выбирающие домы. Поэтому, просьба рекомендаций, не подняйте билет на ближайший бизнес-день. От бизнес-дня к бизнес-дню у нас идет бизнес. Поверьте, это так работает. Я не знаю, какие чудеса происходят в этот момент, но так показывает практика. И мы на этом уже съели не одну собаку, как говорится, мы поняли, что на каждой нашей встрече, на каждой проведенной нашей презентации мы всегда имеем при себе билет. Поэтому, если вы проводите встречи, если вы активны в бизнесе, первая встреча, вторая встреча, в любом случае у вас должен быть в кармане билет. Если вы один, купите пять. Они недорогие, они стоят там от пяти, по-моему, по пятьдесят до времени, а так по восемьдесят. То есть сама на себя промоушен я как-то так получается делаю, но в общем на бизнес-дня человек может увидеть полностью всю картинку. Он видит, что это за бизнес, какие люди в этом бизнесе, какие достижения, как вознагружает компания, что нужно делать в этом бизнесе. Поэтому это очень важный инструмент, который должен быть у вас. Если вы один, имеете билеты в пять. Или хотя бы один для себя, но чтобы на встрече вы могли его продать своему конвизату. На этом все. Я уже даже перегнула. Спасибо за внимание. Всех здоровья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!